Обнаружили, что вместо уже рулонов лежит крошка. То есть исчезли примерно шесть рулонов. Рулоны с искусственным газоном пропали на днях. Этот газон старый, его сняли еще осенью прошлого года взамен нового. Покрытие прослужило почти 15 лет и, по словам руководства «Динамо», прослужило бы еще года 3-4, на что, видимо, и рассчитывали воришки. Проглядели все – и охранники, и собаки. «Динамовцы» говорят, что украли газон явно люди подготовленные, потому что даже несколько крепких мужчин вряд ли смогли бы поднять хотя бы один рулон. Получается, прямо на территорию стадиона подъехала спецтехника и уже, возможно, краном загрузили старый, но все еще нужный газон. У нас две хоккейных коробки. То есть они земляного покрытия, дренаж подготовили, чтобы постелить, чтобы детям более комфортно занимали. Хотя она вроде свой срок и послужила, верой и правдой. Но если бы лежало вот это даже старое покрытие, детям бы более удобно было заниматься. Можно же было и вот еще за воротами, видите, у нас сектор. Здесь беговые дорожки, а на секторах тоже можно. Этого газона, конечно, хватит на две хоккейные коробки. Но покрытие никогда не бывает лишним. Найдется, куда постелить. В «Динамо» сомневаются, что сейчас их газон лежит где-нибудь на даче. Может быть, кто-то делает свое футбольное поле. В отделе полиции по Октябрьскому району, МВД России по городу Барнаулу, зарегистрировано сообщение о краже. Возбуждено уголовное дело по части 1 статисту 58 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас воришек травы ищет полиция. На проспекте Калинина установлены камеры. Они помогут вычислить, кто заезжал на территорию стадиона. А в «Динамо» по-настоящему расстроились. Говорят, если кому-то нужны были рулоны, могли бы по-человечески попросить. Обидно, что кто-то воспользовался этим. Обидно. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.